Приветствую вас, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня мы вместе с вами будем готовить вкуснейшую шарлотку. Я вам покажу некоторые лайфхаки, которые я использую. И самое главное, я вам расскажу, как можно получить за 1 рубль любой кухонный гаджет, который вы захотите. Но сегодня мы будем пользоваться тремя гаджетами. Итак, блюдо, кстати, в котором мы будем выпекать шарлотку, я его уже смазала. И я его тоже получила за 1 рубль. Их там было 2, еще одно большое. Так, что нам нужно для приготовления шарлотки? 3 яйца. Я их сразу разбиваю в чашу. Заодно сразу вижу, хорошие ли яйца или нет. Все хорошо. В общем-то, все свеженькое. Так, готово. 3 яичка. Далее мы берем весы. Вот эти весы вы можете получить за 1 рубль. Фирма Цефаль. Удобный крючок, кстати, чтобы повесить. Умное управление. Я просто прикладываю сухую ладошку. И они включаются. Максимум 5 килограмм взвешивают. Кстати, мы сейчас делаем... Так, граммах. Смотрите, что я делаю. Я ставлю чашу. Он мне показывает чашу. С яйцами весит 843 грамма. Я нажимаю кнопочку. Сброс делаю. И сейчас мне нужно высыпать 250 грамм сахара. И я аккуратненько высыпаю. И вижу на циферблате сколько там грамм. Так, сыпем, сыпем, сыпем еще чуть-чуть. Ага. Ой, как удобно. Так. Все. 250 грамм. Чуть-чуть осталось. Все. Снимаем чашу. И начинаем взбивать. Смотрите, миксер. Тоже фирма. Очень хорошая фирма. MULINEX. Так, мне главное, чтобы провода хватило. Я вставляю насадки металлические. Потому что ими удобнее взбивать. Закрепляем. У миксера две скорости. Вот тут есть такой пульт управления. И начинаем взбивать. Что я хочу отметить. Какой он легкий и удобный. Если сравнивать с моим предыдущим миксером. Который достаточно недорогой. И не какая-то фирма. Очень мягко идет. Нет вот этого грохота. Мне так понравилось. Кстати, удивительная ряда. Что нам нужно сделать сейчас. Мы берем опять весы. Так. Включаю. Делаем сброс. Потому что мне нужно сейчас насыпать 250 грамм. Так. Вот. Все верно. 250 грамм муки. Обращаю ваше внимание, что я не добавляю соды при приготовлении выпечки. Я не люблю соду. Какой-то у нее появляется неприятный запах. Так. Еще чуть-чуть. Самая главная фишка. Это хорошо взбить. Понимаете? Когда хорошо взбиваешь пенку. Вот это яйца с сахаром. То пышное тесто получается. Так. И еще чуть-чуть. Капельку. Слушайте, как удобно. Все. Готово. И взбиваем так же. Теперь все вместе. Тесто готово. А сейчас нам нужно сделать один очень важный момент. Это начинка для шарлотки. И сейчас я буду использовать очень супер крутой измельчитель. Вот так выглядит измельчитель. У него есть база с моторчиком. И сюда я добавляю немного яблок. Чтобы не мучиться, не резать их, я немножечко их просто здесь измельчу. Правда, я пользуюсь, можно сказать, первый раз. Я до этого пробовала лук. Слушайте, с луком вообще шикарно. Смотрите, поставила базу. А, я ее неправильно сделала. Вот так вот. Угу. И легким прикосновением она начинает работать. Яблочки измельчились. Так. И мы их вываливаем в форму. Так, мне нужна ложечка. Или можно взять вот такой лизун, который поможет оперативно извлечь яблочки. Так. Ну, конечно, для лука это просто находка. Я ни одной слезинки не пролила, пока резала лук. Представляете? Так, вот здесь разного размера яблочки у нас получились. Некоторые крупненькие. Ну, пусть они будут как приманка. И я кладу несколько ягод крыжовника. Крыжовник придаст некую такую сочность. Кислинку. Мне очень нравится. Я иногда вишню добавляю. Иногда торон. То есть та ягода, которая вот есть сейчас. На кустах, да, растет. В деревне, на даче. То можно и использовать. В принципе, шарлотка от этого станет только лучше. И очень мне понравилась такая функция, как вынуть насадки. Просто я нажала кнопочку, и они сами отпрыгнули. Все, потом помоем. И все будет готово. Вот и все. Осталось нам выгрузить тесто сверху на яблочки. Вот так вот аккуратненько распределяем. Отлично используется такой лизун силиконовый для того, чтобы полностью все-все-все у нас было в чаше, а не в тарелке осталось по стеночкам. И сейчас у нас пирог отправится на 30 минут в духовку. Можно сказать, с помощью таких удобных гаджетов нужно всего лишь буквально несколько минут, чтобы замесить тесто и сделать вкусный десерт для всей семьи. Ну что, пойдем в духовку. А пока готовится наш пирог, я вам расскажу, как же эту технику получить за 1 рубль. Вот смотрите. Акция называется «Рецепты твоего лета». Она будет проходить в 10, 11, 12 каталогах. В этот период вам нужно быть самим консультантом компании Арифлейм, размещать каждый каталог заказа от 50 баллов всего и приглашать друзей в свою команду. Все заказы ваших новичков, 1 балл новичка равен 1 спонсорскому баллу. То есть накапливаются вам в копилочку спонсорские баллы. И вот смотрите. Вот такие весы, чтобы получить, вам нужно 2 новичка суммарно с заказами на 100 баллов. И тогда весы будут ваши. Если вам приглянулся этот измельчитель, который очень крутой, вам нужно всего 300 баллов и 4 новичка с заказами. А если вы захотели такой миксер MULINEX, то вам нужно 6 новичков и суммарно заказы на 500 баллов. И вот посчитайте 500, 300 и 100. То есть всего 900 баллов. И вся эта кухонная техника ваша всего за 3 рубля. Участвуйте и пусть у вас все получится, как вы планируете. Вам по максимуму нужно 6 новичков и 900 баллов. Кстати, посмотрите. В эту акцию можно получить всего 9 разнообразных гаджетов. Может быть, вам еще что-то приглянется. Я, например, себе наметила еще кофеварку капельную. Мне очень понравились измельчители для перца и соли. Такие электронные. И разделочные доски. Это просто мечта. Они очень удобные, компактные и просто необходимы на кухне. Ну что, ждем пирог. Будем пробовать. Итак, ровно 30 минут спустя пропищала духовка. А это значит, что пирог готов. Ух ты! Какой румяный красавчик. Супер! Просто супер! Сейчас немножечко отмякнет, и я его достану и переложу на блюдо. Как же приятно! Готовить! С помощью таких классных помощников! И я вас приглашаю. Участвуйте в акции. Участвуйте! Времени на валом. До 11 сентября можно приглашать, собирать спонсорские валы. А потом будем менять на подарки. Я уже начала копить валы. Присоединяйтесь! Желаю вам всем всего самого доброго. Ну а мне приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok